Об работе урошу агульной практики размовлялись сегодня в Гомельской центральной городской поликлинице. Так само медики обмерковали проект «Клопотливая поликлиника». В этой установе распрацовали пробную систему навигации для зручного перемешания пациентов. Наши корреспонденты ознайомились с ее на практице. Наталья Кабаева пришла на прием до уроша агульной практики у Гомельскую центральную городскую поликлинику. Пытаться об ее проблемах со здоровьем было неэтышно, але почуть меркование на конт новой системы обслуговывания пациентов можно. Наталья каже, что заявление урошу агульной практики – это зрушно. Раньше, например, если у меня заложило ухо или насморк, мне нужно было записываться к лору. Теперь я могу просто быстро попасть в терапевту, к врачу общей практики, и на приеме мне промоют ухо или назначат лекарства от заложенности. Но это быстрее? Это намного быстрее, потому что обычно запись к лору, ну, как минимум 2-3 дня. Сами медики признаются, спочатку завоевать довер пациентов было складано. Треба было кожному тлумачить, что такое уроша агульной практики и чему это уже не терапевт. Люди блиталися, спотребился час. Даречи, зараз перенаучания у Гомеля пройшли больше, як 80% терапевтов. У наступном годе завершать перепадрыхтовку усих. Учиться треба от одного месяца до четырех. Уроша агульной практики может сумешать, например, функции лора, офтальмолога, невролога. Зразумело, при серьезной проблеме пациента усе ж таки накируют до вузского специалиста. Что тыжит саклопотливой поликлиники, то тут так само усе зразумело. Медперсонал, затекавленный у тым, как пациенту было зрушно и комфортно. И это уже со сферы обычных человеческих относинов и проявления чулости до тех, кому потребна не только медицинская допомога, але и обычная спагада. Это приветливый персонал, который как раз-то заинтересован в решении всех вопросов пациента. Это кратчайшие сроки проведения обследования. Это работа администраторов-консультантов в регистратурах. Это электронная запись на прием. Это электронный рецепт. И это уход от бумажного документа оборота, а переход к электронной амбулаторной карте. И сегодня у нас все диагностические исследования, которые проводятся в структуре наших учреждений, они в электронном виде заносятся в амбулаторную электронную карту пациента. И сегодня это в 100% случаев пациент, имея доступ к своему кабинету электронному, может просмотреть свои анализы. Что такое пробная система навигации, башна так само на третьем поверсе. Побач с кожным кабинетом – вот такие шильдочки. Так простее ориентоваться у медицинской просторы и не треба морновать час. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель».